Почему нарушается кровоток по сосудам головного мозга? Какие симптомы нарушения кровотока в головном мозге? Какие народные средства помогут улучшить кровоток головного мозга, очистят сосуды? Смотрите видео до конца и узнаете, какие средства помогут очистить сосуды головного мозга. Перед просмотром видео хотим всех поприветствовать и предложить подписаться на канал, чтобы быть в курсе новых сюжетов. Эффективность работы головного мозга во многом определяется состоянием сосудов, ведь именно с кровью происходит поступление к каждой клетке головного мозга питательных и полезных веществ, витаминов, минералов, кислорода и энергии. Все эти вещества определяют правильную работу клеток головного мозга, что стимулирует активную умственную деятельность, позволяет центральной нервной системе регулировать деятельность всего организма. При нарушении кровотока, а это часто обусловлено именно ухудшением проходимости сосудов, нарушается деятельность клеток головного мозга, происходит сбой в работе внутренних органов, возможно развитие инсульта, когда происходит образование очага некроза в веществе мозга, из-за нарушения кровотока на ограниченном участке. Почему нарушается кровоток по сосудам головного мозга? Одной из важных причин, приводящих к нарушению кровотока в головном мозге, является так называемая засорение сосудов. Это появление на стенках сосудов атеросклеротических бляшек, которые образуются при отложении холестерина и кальция. Факторами, способствующими возможности появляться на стенках сосудов наложений, являются дефекты сосудистой стенки, спазмы сосудов и участки расширения, аневризмы. При отложении на стенках сосудов избытков холестерина и кальция просвет сосуда уменьшается, что приводит к нарушению кровотока, а значит и к развитию сосудистой недостаточности, нарушающей работу центральной нервной системы. Какие симптомы нарушения кровотока в головном мозге? Признаками сосудистой недостаточности головного мозга являются 1. Разные по интенсивности и продолжительности, но беспокоящие довольно часто головные боли. 2. Приступы головокружения, особенно характерные пароксизмы дезориентации тела в пространстве, приводящие к нарушению возможности передвигаться. 3. Ощущение тяжести в голове, приливов крови к голове и лицу, повышенная нервозность, раздражительность, вспыльчивость, нарушение памяти и внимания, трудность концентрации, замедленное мышление. Первыми признаками начинающейся сосудистой недостаточности головного мозга могут стать именно изменения характера человека. 4. Появление приступов плаксивости или гневливости, невозможность адекватно оценивать ситуацию. Если появляются симптомы сосудистой недостаточности головного мозга, то следует посетить невролога, пройти обследование и наряду с рекомендованными медикаментами применять народные средства. Какие народные средства помогут улучшить кровоток головного мозга? Для того, чтобы состояние улучшилось, необходимо использовать продукты и травы, способствующие уменьшению концентрации холестерина и кальция в крови, положительно воздействующие на сосудистые стенки, способствующие растворению появившихся наложений, а также приводящие к развитию коллатералей, то есть совершенствованию сосудистой стенки, активизирующих микроциркуляцию. Для очищения сосудов головного мозга используются следующие рецепты. Смесь из грецких орехов, меда, корицы и имбиря. Такой состав стимулирует кровоток, повышает тонус сосудов, не дает откладываться на внутренние оболочки сосудов холестерина, стимулирует расщепление холестерина, пополняет организм веществами, способными обновлять клетки головного мозга. Стимулировать обмен веществ в них. Ядра пяти орехов надо измельчить и смешать с жидким липовым медом, столовой ложкой, в смесь добавить щепотку корицы и имбиря. Полученный состав поставить в холодильник на сутки, потом применять по столовой ложке три раза в день. Луковый сок с медом отлично подходит для очищения сосудов, выведения избытков холестерина, ускорения обмена веществ. Необходимо 100 мл лукового сока смешать с двумя стами миллилитрами жидкого меда. Принимать по чайной ложке три раза в день, примерно за 20 минут до приема пищи. Свежевыжатые соки содержат вещества, активизирующие выведение холестерина, укрепляющие стенки сосудов, способствующие их очищению, а значит и стимулирующие кровоток. Помогут яблочный, гранатовый, морковный соки. Только положительно воздействуют соки сразу после их приготовления. А в морковный сок надо капнуть растительное масло, чтобы полностью усвоились все витамины. Настой корней лопуха оказывает положительное воздействие на сосуды головного мозга. Его следует приготовить из расчета 10 г сырья на 200 мл кипятка. Настаивают 8-10 часов и употребляют по 100 мл перед завтраком. Правильное питание. Употребление цитрусовых, сухофруктов, ягод, богатых аскорбиновой кислотой стимулирует очищение сосудов. Положительно воздействует черная смородина, земляника, облепиха. Из сухофруктов особенно полезен для сосудов головного мозга – изюм, а из цитрусовых – лимон и мандарин. Соблюдение принципов правильного питания и достаточного количества употребляемой жидкости уже способствует очищению сосудов головного мозга. Для того, чтобы сосуды долго оставались в хорошем тонусе и работа головного мозга не подводила, откажитесь от никотина и алкоголя. Это позволит улучшить состояние сосудов и клеток центральной нервной системы. Без поступления токсических веществ сосуды будут меньше засоряться. Берегите себя!